Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei и это 23 урок. В этом уроке мы с вами научимся, как внедрять капчу от компании Google. Что такое капчу? Это защитный код, который, например, мы сможем с вами поставить под формой контакты. Это нужная вещь, потому что без капчи очень много могут вам присылать спама и подобной ненужной ерунды. Давайте приступим к регистрации. Переходите вот по этому адресу, Google Recapcha, ссылку под видео приложу и нажимаете получить Recapcha. У меня здесь по-русски, у вас, наверное, будет по-английски. Я пользуюсь сейчас браузером Chrome, а браузер Chrome переводит страницы на русский язык. Это имейте в виду. Кликаем на кнопку и вам нужно здесь иметь общий аккаунт у Google. Если у вас нет электронной почты Google, я вам советую зарегистрировать ее. И потом вы сможете пользоваться любым продуктом от Google, имея только один аккаунт. Например, почту Gmail. Я регистрироваться здесь не буду, я уже зарегистрирован. Ставьте это видео на паузу, произведите регистрацию на почте Google и продолжим. Если у вас уже есть аккаунт Google, то хорошо, двигаемся дальше. Итак, переходим вот на эту страницу регистрации сайта в Google Recapcha. Вы должны понимать, что вы должны сюда вставлять уже домен. На локальном сервере не получится этого сделать. Поэтому можете домен, даже если у вас бесплатный, потренироваться, все равно можете здесь зарегистрировать. И вот здесь первое поле, видите, подсказка, название. Вставляем адрес сайта без HTTP. Вот так вот. Дальше домен. Видите, написано по одному строку. Я так полагаю, что можно на одну регистрацию повесить несколько доменов, то есть несколько сайтов. Но у нас сайт один, поэтому вешаем только один адрес. И владельцы по одному строку. Видно здесь подсказки, что здесь Gmail почта. Можете прописать здесь свою почту. Дальше галочка, видите, отправлять владельцам оповещения. Кликайте на вопросик и читайте, что здесь написано. Нужно вам или нет, решайте сами. И нажимаем на кнопку регистрация. Так, URL начинается с неправильной схемы, да? Значит, здесь все-таки уже подзабыл. Не нужно, наверное, подставлять HTTP, двоеточие слэш. Здесь название, значит, можете написать просто название сайта вашего. И нажимаем регистрация. Итак, сейчас у нас все получилось. И нам нужно два параметра. Ключ и секретный ключ. Вот они вот здесь вот написаны. Эту страницу мы не закрываем. И идем в админку нашего сайта. Заходим в админку. Соответственно, это уже все на хостинге, да? Переходим в расширение. Менеджер плагинов. Отсортируем по отключено. И вот, видите, у нас есть такой здесь плагин. Capture и Capture. Заходим внутрь. И вот у нас эти поля. Публичный ключ и приватный ключ. Ключ первый берем. Аккуратненько копируем целиком данный ключ. И публичный ключ вставляем сюда. Дальше секретный ключ копируем. И вставляем в поле приватный ключ. Просто по-разному здесь переводится. Приватный, секретный, одно и то же. Не забываем вот здесь вот включить плагин. И стиль. По умолчанию стиль самой вот этой Capture. Как она будет выглядеть. Давайте оставим пока так. Потом поменяем, посмотрим. И нажимаем сохранить. Итак, смотрите. Где вообще нужно включить Capture? Можно включить страницы регистрации. Чтобы боты не регистрировались. И контакты. Вот здесь вот под формой. Смотрите. Если вам нужна Capture только на странице контактов. Что мы делаем? Мы переходим в компоненты. Контакты. Далее переходим в настройки. И кликаем по вкладке форма. И вот здесь вот включить Capture. Кликаем по умолчанию. И в списке выбираем Capture и Capture. То есть мы сейчас подключаем наш плагин, который мы активировали. Сохранить и закрыть. Давайте посмотрим. Обновим страницу контактов. И вы видите, у нас появился Capture. Как вы часто, наверное, видели на сайтах. И видите, она по умолчанию белая. И у нас, в принципе, дизайн белый. Давайте попробуем сменить дизайн Capture. Посмотрим, как это выглядит. Переходим в менеджер плагинов. Сортируем по включено. Заходим в Capture. И пробуем стиль какой-нибудь другой. Сохранить. Обновляемся. Видите, другой дизайн. То есть смотрим, какой лучше будет. Черная, например, на оттенном сайте подойдет хорошо. Да, еще самый главный момент. Вот здесь вот смотрите, пишется. Вы выбрали версию 1.0. Она уже не котируется. Вот здесь вот версия. Мы должны были поставить еще 2.0. Вот. И стиля здесь всего 2.0. Dark и Light. 2.0 Capture будет уже покруче. Давайте сохраняемся. Обновляемся. И у нас вот такая модная Capture. Она мне вообще нравится. Не нужно здесь вписывать всякие цифры. Здесь просто ставим галочку. И у нас система проверяет. Вот она периодически проверяет. А вообще, когда вас проверят, и вы уже пытаетесь следующее действие, например, в другой день какой-нибудь сделать, встречаясь с Capture, надо поставить только галочку. Она вот так прокручивается, ставится зеленая галочка. И не надо напрягаться, вписывать какие-то цифры. Это решение, конечно, намного круче. Ну и здесь вот тоже, в принципе, ничего сложного нет. Вы читаете, выберите все изображения, где есть стадион. И вы кликайте просто по изображению, смотрите на картинке, где есть еще стадион. То есть, это проверка на то, что вы человек и не робот. И нажимаем потом подтвердить. Видите, зеленая галочка поставилась. Все, Capture активировалась. Очень-очень крутая штука. То есть, мне нравится, что Google обновили эту вещь. И теперь есть возможность на Joomle вставлять такую крутую Capture. Ну и давайте посмотрим Dark, темный. Как она будет выглядеть. Здесь обновляемся. Ну и это уже на темный сайт. Так, давайте обвернем Light. Сохранить, закрыть. Так, переходим на страницу, например, регистрация. Capture нет. Если хотите включить, идем в система, общие настройки. Крутим ниже, вкладка сайт. И находим, вот здесь видите, Capture по умолчанию. Кликаем по выпадающему списку и выбираем наш плагин. И сохранить, и закрыть. Так, обновляем страницу. И вот, пожалуйста, Capture встает здесь. Без проблем. То есть, человек будет регистрироваться. Там дополнительные поля вы уже умеете включать, убирать, да? Я вам советую такую Capture оставлять на сайте. Это очень хорошо. На этом я заканчиваю данный видеоурок. Надеюсь, урок для вас был полезным. А мы увидимся с вами в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением. Федор Васильев. Федор Васильев. Федор Васильев. Продолжение следует...